Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Дианы Шленкова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете стартовал форум THA-2020. Как работает университетская клиника в период пандемии? Кому вручили на близкую премию по литературе? Однодневный, однако интересный и крайне полезный как для студентов, так и для всех слушателей The Digital Transformation Forum наконец-то стартовал. Форум нацелен на продвижение Казанского университета и поддержание его академической репутации, а также создание условий для общения ученых из разных стран мира, работающих в приоритетных областях исследований. Смотрим! Нам представилась замечательная возможность сотрудничать с Казанским федеральным университетом и обсудить наиболее важные аспекты трансформации образования. Получив предложение, мы были очень рады тому, что нам представилась возможность готовиться к этой конференции, но тогда мы даже не могли предположить, насколько актуальной будет тема в этом году. 21 октября стартовал виртуальный форум по цифровой трансформации The Digital Transformation Forum, направленный на продвижение Казанского университета и поддержание его академической репутации. Первый раз форум провели в 2018 году, и вот уже третий раз Казанский университет выступает организатором форума совместно с Time High Education, ведущим мировым рейтинговым агентством вузов. В этот раз из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом форум пройдет в онлайн-режиме. На старте форума с пресной речью выступил ректор Казанского университета Ишат Гафуров. Для удержания завоеванных позиций и дальнейшего движения к поставленной цели быть в числе лучших университетов мира, нам необходимо уже сейчас превентивным образом формировать модель университета будущего, названный нами Университет 4.0, который должен отвечать вызовам четвертой промышленной революции. И цифры здесь — это, безусловно, необходимая, но, должен сказать, недостаточная часть. Трансформации должны затрагивать саму сердцевину университета, связанную с наукой, образованием, управлением. Эти базовые компоненты также должны серьезно эволюционировать части новых технологий. Сам форум — это однодневная онлайн-конференция по цифровой трансформации. Его цель — объединить экспертов со всего мира в области цифровых технологий. Проходит форум на платформе «Ивент». В этом году участниками форума стали более 2000 специалистов. С приветствием словом выступил также министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайрулин. Цифровые решения должны служить интересам человека и общества. Вопросы этики, вопросы безопасности данных, вопросы цифровой слежки — это все аспекты, которые встают в условиях сегодняшнего дня. Казанский университет выступает в роли одного из организаторов форума. Лекции прошли в 13 институтах Казанского университета. В том числе в Институте математики и механики имени Лобачевского, Химическом институте имени Бутлерова, Институте психологии и образования, Институте филологии и межкультурной коммуникации, Институте управления экономикой и финансов, Институте международных отношений, Институте физики, Институте информационных технологий и интеллектуальных систем, Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, Инженерном институте, Институте геологии и нефтегазовых технологий, Институте фундаментальной медицины и биологии, а также на юридическом факультете КФУ. Спикерами от Казанского университета выступили эксперты вуза по разным направлениям. Среди них проектор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, доцент кафедры зоологии и общей биологии Олег Гусев, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрин, проектор по внешним связям Цимирхан Алишев, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Михаил Варфоломеев, ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории «Современные геоинформационные и геофизические технологии» Сергей Усманов, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский, научный сотрудник Научно-образовательного центра педагогических исследований Ксения Завьялова, заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Елена Горобец, профессор Высшей школы русской зарубежной филологии имени Льва Толстого Мария Солнышкина, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Резванов. Все они так или иначе поделились чем-то новым и интересным как для студентов, так и для слушателей форума. Им не нужно никуда ездить, они могут здесь, находясь в аудиториях, услышать лекции очень крупных профессоров, ученых. А в то время как еще до этого события, до пандемии, мы вынуждены были тратить большое время, огромные средства, чтобы выехать на конференции. А вот сейчас это действительно уникальная возможность быть сопричастными к большой науке и к тем самым новым актуальным исследованиям, которые проводятся в мире в области педагогики и других наук. 28 октября 2020 года будут известны рейтинги агентства Times Higher Education, из которых станет понятно, как сильно университет вырос в плане цифровой трансформации и науки. Лев Диденко, Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Ленарда Влетьяров, Фарид Захид Аглы, Алексей Румянцев, Универ Ньюс. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире. Прошло уже более полугода, однако больницы продолжают ежедневно принимать большое количество пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. О том, как изменилась работа университетской клиники Казанского университета, смотрите в сюжете нашего корреспондента. В период пандемии самая большая нагрузка и ответственность на плечах врачей. Университетская клиника Казанского университета сообщает, с марта по октябрь количество вызовов увеличилось с 30 до 120 ежедневно. Поликлиника обслуживает порядка 40 тысяч человек. Работает с понедельника по пятницу в режиме с 8 утра до 8 вечера. В субботу и воскресенье также осуществляется прием пациентов с признаками ОРВИ и требующих неотложной амбулаторной помощи. Врачи испытывают колоссальные, не только физические, но и эмоциональные нагрузки. Но они продолжают выполнять свой долг. И поэтому я прошу пациентов понять это и принимать режим самоизоляции при необходимости. Принимать все необходимые противоэпидемические меры. Носить маску правильно. Закрывать не только рот, но и нос. Избегать посещения мест большого скопления людей. Избегать контактов с больными с признаками ОРВИ. Для разделения пациентов с симптомами ОРВИ от остальных в поликлинике предусмотрен отдельный маршрут. На входе в поликлинику бесконтактным методом у всех посетителей измеряется температура. Пациенты с признаками ОРВИ и высокой температурой направляются в отдельный вход клиники через фильтр. Где их принимает медицинский персонал и направляет на прием к дежурному врачу. Он осуществляет прием в средствах индивидуальной защиты. Не только чепчик, маска, перчатки и халат, но и специальный костюм. Прием пациента ведется и начинается со сбора жалоб и анамнеза. Далее объективное исследование. Пациент слушается. Измеряется артериальное давление. Определяется насыщение крови кислородом, так называемый пульсоксиметрия. Затем выставляется диагноз. Если это острая респираторная вирусная инфекция и нет подозрения на коронавирусную инфекцию, назначается лечение и пациент отпускается при необходимости с открытым боличным листом домой. При подозрении на коронавирусную инфекцию берется мазок ПЦР на SARS-CoV-2. При появлении симптомов ОРВИ пациент должен обязательно обратиться за медицинской помощью и максимально изолировать себя от окружающих. Необходимо выделить отдельную комнату. Необходимо обязательно влажную уборку двукратно, отдельная посуда, обработка всех поверхностей. Пациент с симптомами ОРВИ должен использовать отдельные бытовые принадлежности. Не забывайте соблюдать все необходимые меры. «Берегите себя, своих близких и окружающих». Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. Нобелевская премия по литературе – престижная ежегодная премия, вручаемая Шведской академией за достижения в области литературы. О том, кому ее вручили в этот раз, узнаете в нашем следующем сюжете. Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Она является членом Американской академии искусств и литературы и за свои работы неоднократно удостаивалась высоких наград США. Премия вручена за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным. По данной формулировке мы можем только догадываться, о чем именно хотели сказать члены Шведской академии. Лея Бушканец, профессор Института международных отношений, трактует это так, что члены комитета в этом году давали премию не за включенность литературы в жизнь, а за то, что она возвращает к вечным темам. Посреди всех этих событий, карантинных, связанных с болезнью, выступлений в разных странах, была выбрана поэт, которая пишет о смерти, о движении времени, пишет о вечном. Это, на мой взгляд, определенная декларация, Нобелевского комитета в этом году. То есть вы можете драться на улицах, устраивать демонстрации и так далее, но есть нечто вечное, и вот за эту единичность и уникальность они решили дать премию. Кристина Надершина, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюз. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!